Дорогие соотечественники, здравствуйте! Настала пора поговорить о том, что творится в мире. Вот недавно была Мюнхенская встреча. Что она показала? Она показала, что между Востоком и Западом, особенно если мы будем иметь в виду Западную Европу и ту Европу, которая до Урала, а ведь это все Европа, а мы посередине, как известно. И когда летят горшки, то, естественно, они временами падают и с одной, и с другой стороны на наши головы. Что я имею в виду, когда говорю про это? Я говорю о том, что уровень недоверия и ненависти в мире нагнетается, и он начинает постепенно доходить до очень опасной черты. Второе. Когда у каждого из противоборствующих джентльменов в руках находится по огромной дубине, то вероятность конфликта мала. Но мы наблюдаем сейчас следующее. Дубинки делаются все меньше и меньше, все точнее и точнее. И вот тот шанс сползания в крупнокалиберный, крупномасштабный конфликт становится очень и очень высокой и очень и очень опасной. Для того, чтобы разобраться, что сейчас происходит в этом мире, где знаменитый однополярный расклад начинает разрушаться, естественно, те, кто держал все карты в руках, начинают истерить, пытаются вернуть себе старые позиции. А время вернуть нельзя. И вот этот уровень истерии, взаимного недоверия и взаимной ненависти продолжает расти. Какие выводы мы должны из этого сделать? Как мы себя должны вести? И главное, как мы должны все относиться к этому? Мы пригласили в нашу студию нашего доброго, знакомого, мудрого человека Валерия Демидецкого. Спасибо за приглашение. Валерия, вот такое несколько странное введение. Но вот у меня там, вот я сейчас из Бутучен приехал специально для встречи с тобой, и вот у меня был очень мудрый сосед, геобология, как мы его знали. Знаю, знаю, бывал в ваших темах. Мастер, великий во всех отношениях. И вот он говорил, очень пожилой, бывалый, мудрый человек, он говорил, Виктор Иванович, говорит, когда я, говорит, был молодым, и все, мне мой дедушка рассказывал. Говорит, смотри, вот видишь эту гору? Перед Первой мировой войной она начинала зарастать лесом. После Первой мировой войны лес исчез. Перед Второй мировой войны она начинала зарастать лесом. И вот оно случилось. И вот дядя Володя в последние денечки своей жизни показал мне на гору и говорит, Виктор Иванович, смотрите, я ухожу, а ведь гора начинает зарастать. Вот что навевает вот этот рассказ? Он что-то чувствовал, это жизненный опыт, он сам войну прошел, он видел все. Ну, я расскажу о своих ощущениях. Я вот на днях буквально побеседовал с своими коллегами, которые вернулись из Мюнхена, летали туда вместе с Лавровым. Ну, первое их впечатление такое, абсолютная предсказуемость. Почему абсолютная предсказуемость? Потому что можно сделать такой вывод. То есть на Мюнхенской встрече не было того накала, который был в начале украинского конфликта, события с Крымом, Донбассом, вот это вот все. Ну, и не было, как бы были, ну, как бы отодвинуты уже на второй план и выглядят как несерьезные те ожидания, что мы скоро каким-то образом, Запад и Восток пройдут к какому-то единому компромиссу. На мой взгляд, это абсолютно... Не войны, не мира. Не войны, не мира, но, на мой взгляд, это абсолютно правильно и предсказуемо. Стороны обозначили свои интересы, да, и вот будет идти такая позиционная борьба, да, каждый будет оставить свои интересы. Это было и в Мюнхене, это и проглядывалось, это, кстати, проглядывается и в наших отношениях, вот с внешними, как мы называем, партнерами, да. Мы знаем, что в Мюнхене стоялась встреча, что интересует больше нас между главами МИД. И, как мне сказали, рассказали, в принципе, сделаны такие наметки, да, на то, чтобы каким-то образом отойти от того края, куда зашли российско-молдавские отношения. В принципе, что здесь, какие есть сложности? Сложности в том, что мяч на молдавской стороне. То есть, скажем так, вот эта Мюнхенская встреча, это была встреча не только между грандами. Ну да, конечно. Это была встреча между... Да, эти встречи, эти кулаги. И, скажем так, вот эта напряженность отражается на нас. Да, да, конечно. Дело в том, что все эти встречи в Мюнхене, они очень, несмотря на то, что это конференция, где люди встречаются, но они очень важны именно вот этими кулагными разговорами, где каждый может найти свою площадку, обговорить что-то, да, такую возможность предоставляет Мюнхенская встреча, да. Когда вот, допустим, кто-то не может приехать, да, вот после того, как мы отозвали послание Гуцу, который говорят, что в ближайшее время будет принято решение его возвращения обратно в Москву. И так как в прошлом году здесь был Карасин, да, то сегодня мяч на молдавской стороне, сегодня молдавская сторона должна поехать в Москву для того, чтобы таким каким-то образом, как бы уже ее очередь приехать и предложить какие-то предложения. Наверняка, может быть, стоит ожидать в обозримом будущем, я имею в виду вот как бы в ближайшие месяцы, визита в Москву для консультации представителям МИДа Молдавии, которые отвечают за отношения с Москвой, да. Это там, по-моему, госпожа Молчан, если я не ошибаюсь. Вот. Возможно. Я не ожидаю какого-то прорыва в этом году по той простой причине, что прорыва быть не может в связи с предвыборной ситуацией у нас. Конечно. И это очень здорово обозначилось, когда раскрылись скобки на том круглом столе, где присутствовал господин Хан, господин Филипп и господин Косачев. Там сидел господин Косачев, который представлял, так сказать, не МИД, не Кремль, а несколько другие более свободные структуры, которые могут больше рассказать и больше поговорить. Вот. И там обозначились тоже позиции. Позиции тоже такие интересные в том, что господин Хан старался всех убедить, что ни в коем случае Европейский Союз не желает противостояния с Россией и не ставит перед, так сказать, странами Восточной Европы вопрос «или-или». В то же время господин Косачев наставил на том, что такой вопрос ставился, и то, что сказал господин Лавров на этой конференции, о том, что, к сожалению, некоторые, не все, но некоторые силы на Западе пытались использовать программу «Восточная партнерство» как метод давления на Россию. Вот. И против этого очень сложно возражать, потому что, если мы помним, да, ставились какие-то условия, да. Господин Филипп, к его чести, это была закрытая часть, как бы мы ее не слышали, вот, а он к его чести сказал, что да, действительно, такое давление было, и так вопрос ставился «или-или». И он признал, что именно Молдова попала в эти жернова, да, вот этого противостояния, когда Москва не воспринимала эту программу, которая была, считала, направлена против ее интересов, да, а мы уж слишком рьяно вцепились в эту программу, хотя ничего такого особого нам не давало, кроме безвизового въезда. Но мы об этом еще поговорим в будущем. Вот. Господин Ханка всячески отнекивался. Он говорил, да, мы не даем перспективы пока на вступление в ЕС, но мы и не заставляем выбирать. Ну, как же не заставляем выбирать, когда заставляем, по сути, да. Вот. Я считаю, что эскизы в этом элемент вот этого выбора или-или дурацкого, да, и то, что признают и очень многие наши политологи, даже те, кто активно пропагандировал программу «Восточное партнерство». Все-таки программа «Восточное партнерство» — она провальная программа, и она принесла больше вреда странам Восточной Европы, чем если было бы по-другому, если бы эта программа продвигалась бы в взаимодействии с такой серьезной и растущей геополитической силой, как Россия. То есть нужно было с ними все-таки считаться. Есть и голоса многие на Западе. Я считаю, они разумные. Они говорят, что Запад все-таки допустил ошибку, когда вот таким образом надавил на Россию, да, и попытался загнать ее в угол, да, это была неправильная позиция. Видите, сегодня происходит, что на Ближнем Востоке, тоже, к сожалению. В свое время давайте не будем скрывать, что Москва когда-то помогла американцам в 2001 году с Афганистаном. Вот таджики, узбеки, Дустум, Ахмад Шахмасуд, погибшие из-за этого, кстати, они были вооружены российской стороной, да, и с их помощью был взят Кабул, потому что вот эти бомбардировки американские могли долго быть. Но что Москва получила взамен? Вот, знаете, вот при Ельцине очень много говорилось, что талибы, они страшно угрожают, исламизм, и да-да-да. В результате мы получили 25 раз по оценке ООН, 25 раз воздруг поток наркотиков оттуда, да? Понимаете, то есть мы, Россия, я считаю, что помогая Западу там, да, вот Запад даже не ученый. Короче, надеялась на взаимность. Надеялась на взаимность, да, но взаимности не получилось. Вот, к сожалению, я считаю, что путь к этой взаимности будет долгим, это, ну, на практике есть и истории с Карибским кризисом, когда от Карибского кризиса до разрядки прошло 10 лет, да, вот. Я думаю, что вот такими волнами все будет, все в мире циклично действует такими волнами, сходятся интересы, расходятся интересы. Я думаю, что еще путь к такому глобальному примирению и успокоению, я здесь абсолютно согласен с предчувствиями дяди Володи, да, еще долг, да. И, на мой взгляд, вот цель наша с тобой, да, и наших коллег, и журналистов, и политологов, и ученых, и профессоров, и историков, в том, чтобы не отдалять и не накалять, а приближать это. Приближать это надо, потому что это в наших всех интересах. Дорогие соотечественники, посмотрите, вот то, что сейчас сказал Валерий Демидецкий, это фактически призыв к тому, чтобы журналисты, медийное всеотобратье немножко задумывалось о том, стоит ли так рьяно противоборство друг с другом нагнетать атмосферу недоверия и ненависти, потому что, в конце концов, мы все в утлой лодочке. Лодочка небольшая, океан бурный, и находимся мы между сциллой Запада и Харибдой Востока. И мудрости нам должно хватать для того, чтобы вот эта навигация, вот это отношение людей друг к другу, сначала у себя дома, а потом взгляды на зарубеж, все-таки шли не по линии раздрая. Давайте научимся слушать друг друга, понимать друг друга, а не покупаться на фейковые новости. На раскрутке, потому что мы видим, что вот то, что обычно принято называть, там целое название гибридная война, так гибридная война была всегда во все времена, всегда нападению предшествовало нагнетание обстановки, нагнетание атмосферы. И вот когда смотришь кадры старой хроники, как везде, в Германии, в России, во Франции, перед началом Первой мировой войны, да мы чепщики бросали, оркестры гремели, все кричали, да мы их разутюжим 2-3 недели. И во что это обернулось? Потом последовала Вторая мировая война. Как оказалось, ничему не научились. И вот сейчас, когда уходят в мир иной солдаты Второй мировой войны, мы снова видим вот эту массовую истерию, возрождение неонацизма, недоверия, ненависти. Это путь в никуда. Валерий, я правильно понял твое обращение к нашим собратьям и коллегам? Есть такой, очень на днях я видел такой показательный пример. Была дискуссия на одном из молдавских телеканалов центральных, в которой выступал уважаемый мной эксперт, очень толковый и очень хорошо разбирающийся в своем деле, специалист Валерия Сталеб, бывший замглавы МИДа. И вот, значит, когда он начал говорить несколько так с юмором о вот этой нашей истерии, которая у нас захлестнула сейчас, когда у нас мэрии, сел и городов, вместо того, чтобы отчитаться, почему закрытые школы, дороги, почему-то разбитые дороги, почему половина домов стоит заколоченная, почему нет медпункта, почему луминицы закрылись, почему дома культуры с выбитыми стеклами, почему и почему и почему, вместо этого они принимают заявление об осуждении пакта Мулово-Довремитропа. Додуматься, что я доживу до этой шизофрении, понимаете, вот я никогда не думал. Если мне кто-то бы это рассказал, я бы себя ущипнул и послал бы, так сказать, к главному советнику господина Гимпу в пригород Кишинева поправиться. Да, но они, знаешь, о чем забывают? Вот бумеранг, вот тупость. Вот посмотрите, это не их ума дело, это кто-то инспирировал. Да, так самое смешное... Давай тогда пусть Румыния отдает, извините, Трансильванию, если палк Молотова, Риббентропа и все прочее. Украина больше отдает, подожди, венгры на очереди, словаки. То есть эти идиоты, они даже ума не доходят. Я зажег тебя, Виктор. Но самое интересное... Поэтому, когда ты был в шоке, я пришел не просто в шоке, я в ярость пришел от тупости этих людей. Но самое смешное, что, понимаешь, за этим всем, да, за этим всем сумасшествием наблюдают государственные институты. Люди, которые, как вот господин Стурзе, министр обороны, или глава Сибири, или глава МВД, которые становились на колено, целовали флаг этой страны, да, клялись хранить его. И вот эти люди, офицеры спецслужб, депутаты, парламентарии, правительство, делают вид, что ничего не происходит. Помнишь, как в этой истории с королем, когда, добрейший король, когда насиловали его жену, он стоял рядом и кричал, вот потерпи, авось обойдется. И постарайся получать удовольствие. Да, да. Они выглядят мерзко, и народ распирает от гордости за национальную элиту. И вот представьте себе, что когда господин Асталеб говорил о том, что об опасности, вот такого идиотизма, да, вдруг один из его оппонентов реально закричал, а то, что господин Дадон поехал в Красносельскому, и они там возлагали цветы к погибшим, вот это настоящее предательство, и это меня возмутило еще больше. Критин. Объясни почему. Дело в том, что я прекрасно знаю, когда вот эти нападки начались, да, на президента, о том, что он действительно поехал и так далее. Во-первых, это ложь. И грязная ложь по той простой причине, что президент вместе с Красносельским возлагали цветы к мемориалу погибшему Бендерской крепостью тех русских воинов, которые погибли задолго до Приднестасовского конфликта, еще в 19 веке, да, когда освобождая наш край от османского ига. Если это человек, который возражает против этого на стороне османов, ну, тогда это как бы его личное дело. Но, на мой взгляд, как бы это было явление прогрессивное, да, когда молдаване, значит... Ты не забывай, все потомки нариотов, они все проосманцы. Да, да. Ну, бог с ним. Это, во-первых, ложь. Но даже если бы господин Дадон возложил бы цветы к погибшему во время Приднестасовского конфликта, я бы считал, что это сделало бы ему честь, как и любому политику Молдовы. Почему? Я считаю, что политики с двух берегов Днестра должны ходить, возлагать цветы. А потом вместе поехали погибшим из этого берега. Просить прощения у погибших на левом и на правом берегу. Почему? Да потому что, извините меня, эти тысячи людей стали погибли, стали коллегами. И с того берега, и с другого. И с этого берега погибли, стали коллегами и беженцами в собственной стране именно по вине политиков. Именно потому, что... По вине такого крикуна, который возражал Асталепов. Да, да, да. Именно по вине этих политиков, которые тогда не сумели, а обязаны были... Договориться. ...решить проблемы страны мирным путем. Так примерно, как они полюбовно уже четверть века решают вопросы. Торговля клейбернергией, металлом, извините меня, сигаретами, спиртом. И даже иногда и контрабандой, как мы знаем. И иногда наполовину. Почему у них там получается все договариваться, и вот когда пилить деньги надо... И никто не вяжет... Все прекрасно получается, да? А как пойти возложить цветы и попросить прощения у погибших людей... Вяжли вопли. ...у наших политиков не получается. Зачем это делается? Это делается негодяями. Я их прямо называю. Да, подлые люди. Это подлые негодяи, которые когда-то ввергли нашу страну в кровопролитие, да? В таких интересных целях, да? И вместо того, чтобы покаяться... А сейчас они снова хотят возложить эту ненависть между берегами Днестров, между людьми. Именно потому, что наступает у нас знаменитая игра, которую мы играем каждые 3-4 года бесцельно. Уже четверть века. А вот смотри, было бы красиво. Вот Дадон возлагает там, на том берегу с Красносельским. И потом вместе возлагают здесь. Когда-то, когда мы снимали фильмы с моим коллегой Сергеем Ткачем, когда мы снимали фильмы про Днестровском конфликте, мы очень много беседовали с теми, кто прошел этот конфликт. И с того, и с другого берега. И там, и здесь люди несчастны. То есть они... Понимаете, самое противное в том, да, что вот наши политики, и даже Мерчев, Негор и другие, возложили всю вину за этот конфликт на Россию. Русские виноваты. С себя сняли, знаете, вот как... Это Россия виновата, все. Это она развязала войну и так далее. После этого тех людей, которые натравливали, да, на правый берег и посылали воевать за интересы Молдовы, ограбили. Отобрали у них экономику, промышленность, сельскохозяйство, рабочие места. И отправили в Россию, так называемым оккупантам, зарабатывать деньги, которые они пили... Помнишь, чемодан-вокзал в России? Да, и на которые они сегодня снова содержат это государство. Но это не кощунство, простите меня. И издевательство. Тот человек, который мне будет возражать в этом, у него нет ни ума, ни чести, ни совести. Я и посчитаю, что у тех политиков, которые сегодня натравливают людей здесь друг на друга, ускоряют этот разгул унионизма, а потом разгул обратного и так далее, и так далее, именно нет ни ума, ни совести, ни чести. Понимаете? И нет взгляда в нормальное будущее страны. Но обратим внимание, и на том бережку тоже хватает идиотов. Абсолютно. Точно как у нас. Абсолютно. Мы наблюдаем и на правом, и на левом берегу есть силы, которые против этого. Зеркальное такое. Да, против того. Значит, это разделение их устраивает. Понимаете? Вот разделение страны, когда простые люди вынуждены на этих границах стоять, унижаться, кому-то что-то платить, переезжать и так далее. Вот это мучение. Но и с другой стороны, здесь все-таки есть объективная ситуация. До тех пор, пока мы будем здесь вот, честно говоря, во многом валять дурака, до тех пор, пока мы не определимся, я всегда говорил, что есть только один способ мирного решения пренесовской проблемы. Наша страна должна стать привлекательной для людей с левого берега. До тех пор, пока мы здесь будем бить друг друга, ненавидеть друг друга, спорить с друг другом, мы хотим объединиться с Румынией, мы хотим ликвидировать эту страну, или мы будем ее строить, да, вот это непонятное. Потому что для меня, допустим, ну это какая-то подлость, когда люди вышли на площадь и сказали, что мы хотим строить независимую страну. Я их понял. Хотя я понимал, я тогда понимал, с какими трудностями, и в какую нищету мы будем ввергнуты из-за развала общей экономики, и с какими трудностями мы столкнемся. Я понимал. Но я считал, что раз они захотели, да, вот жить своим умом, своим трудом. Воля ваша. Воля ваша. Но эти люди сегодня угробив эту страну, лишив ее экономики, промышленности и так далее, выгнал половину населения из нее. Вдруг приходят ко мне, говорят, да, мы тут передумали. Мы свои проблемы переложим на Меркель, на Йоханнеса, на Басеску, еще кого-то. Подождите, а, ребят, а вы ответить не хотите за то, что вы сделали с этой страной за 25 лет? Сначала. Для начала. Это же вы начудили. А потом же мы будем народ решать, стоит ли вам обратно идти к закрывам Родины на выборах или нет? Понимаете? А так они их очень хорошо устроились, понимаете? 25 лет они воровали, а потом приходят и говорят, знаете, мы уже не будем строить эту страну, мы будем объединяться и переложим свои проблемы на румын. А румыны что у нас, самые счастливые в Европейском Союзе? Они что, готовы поделить свои пенсии, зарплаты и самые низкие в Европейском Союзе пополам? Или у них четверть населения не сбежала в Европейском Союзе за лучшими зарплатами? Мы их спрашивали, понимаете? И Ханис на это смотрит, немец, да? И говорит... Вы соображаете? Да, да. А мы здесь устроили хор у Нири, понимаете? Валер, еще помнишь вот этот холодный-холодный душ? Заявление американского посла в Кишиневе, говорит, что идея у Нири не самая счастливая. Я бы еще хотел посмотреть... А истерики Гимпу помнишь? Я еще хотел бы посмотреть на... О чем это говорит? Да никогда в жизни Штаты не шли на объединение, только Девида и Темпера. Единственный раз, когда они на это пошли, это когда Германии. Ну, там игра стоила смех. А теперь Касоваров, помнишь? Они как только отделились от Сербии, от Югославии, да? Все, браво, ребята. А как только они захотели с Албанией объединиться, а им говорят, нельзя. Обрати внимание. Я одному из наших... Поэтому эти у Нири все... Одному из наших старых танцевцев... Болтонята. Да, старых танцевцев, который долгое время возглавлял представительство в Берлине. И когда он мне в 90-х годах рассказывал о том, что когда на прощальной банкете американцы к ним подходили, говорили, что вы делаете? Зачем Горбачев объединяет Германию? Вы увидите... А я тебе ошибаюсь. Они пошли на это просто некуда было. Вы... 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 Ну, это же не секрет, что... Это факт. Это факт, что... Они были против объединения. Да, и американцы, и британцы были против этого. Но деваться было некуда. Но деваться было некуда. Горбачев сбросил эту стену, стену и все. И Коль подхватил. И Коль подхватил. Но самое интересное. Я тогда не поверил. Я подумал, ну что американцам объединятся немцы, да? Члены НАТО против русских. Ха-ха. Укрепление Германии. А потом уже только с будущим... Ты же конкурент растет. Да, я понял, что оказывается, да. Их это не устраивает, что Германия выстраивает европейский... Поэтому все эти сказки про Унили США не позволят. Я просто... Нет, да не то, что США не позволят. Я хочу представить Ангелу Меркель, которая сегодня... Есть большие проблемы в Европейском Союзе с расширением, с Брекситом. И много, масса проблем. И ты можешь себе представить, что приходит правительство Молдавии, к которому уже относятся с очень большой осторожностью. Запад говорит, это не наши, не наши, понимаете? Вот какие-то они не наши. Вот... Европейцы, но не наши. То, что они сделали, это не мы. Это не мы, даже посол. Шаг дистанцируется, заметь, да. И сюда уже никто не ездит, никто не называет нас историей успеха. Можете себе представить, что мы приезжаем, да. Приезжает у Румыны, у которых сумасшедший долг внешний вырос. И тут куча проблем. И говорят, ну, ребят, деньги мы разворовали, у Румын вам 700 миллионов. Давайте мы к вам придем. Давайте оплатите нашу свадьбу, проблемы совместного проживания, несчастных детей в виде вот этого, о котором ты говорил, раздрая этих вот столкновений между Венгрией, Румынией, Украиной. Там же куча спорных территорий, да. И это анклав целый, да. Конечно. Потому что я шутил, когда я попал однажды во Львов, да, и нам устроили там экскурсию. Мы катались и прочее. Мне как-то уже, значит, во время экскурсии надоело слушать вот эти вот спичи о том, сколько зла сделали, так сказать, в Западной Украине, ну, как бы, Москве, да. И я спросил их, слушайте, а почему у вас нигде нет улицы Сталина или памятнику Сталину? Ну, может, представить их отношение. Как? Что? Я говорю, ну, он же этот город вам подарил, да. И тут, а вы кто? Я говорю, я из Молдавии. Я вообще-то говорю, я уже хотел бы поговорить насчет Северной Буковины, Южной Бессарабии. Как только меня не назвали. Ну, это Пархат и Румын, это самое мягкое. Валера, поздравляю. Вот, вот вы будете иметь. Вот в это, это наша коренная территория. Это не тебе, говорю. Да, да, да. Ну, наговорили кучу гадостей, что вот и поляки мерзавцы, и погнушаются, и румыны мерзавцы, и так далее, и так далее. И тогда я им сказал, ребят, ваша Украина, запомните, это было еще до падения Нуковича, я говорю, ваша Украина нужна только вам. Ну, не полякам, не румынам, никому другим. Скажите спасибо тем, кто вам создал государство, да, и думайте хорошо, не ссорьтесь с ними. Вот что они сделали. А Хрущев еще и Крым подарил, помнишь? Ну. Под конец, под занавес. Ну, а что нет? Подарил. На трехсотлетие, между прочим, объединение. Да, вот сейчас буквально, да, вот история с Порошенко, я не знаю, фейк это или нет, но говорят, что он привез австрийское, к президенту Австрии, у которого корни, по-моему, там, то ли Псковщине, то ли Полтавщине, да, они переезжали, потом после революции уехали в Эстонию, потом в Австрию. Он ему привез, сказал, что вы с Украины, на что президент Австрии сказал, что ну не было такой страны тогда. Не было, я уже жил в Российской империи. Это видно из австро-венгерских военнопленных. Можно, конечно, придумать славные истории, это у нас умеет, и у нас, и в Румынии, и на Украине все государства, но можно и помнить великолепно, что небольшие государства не могут себе позволить резких разворотов и резких потрясений, потому что ресурс у них небольшой, и это мы должны хорошо помнить. Мы должны знать свой интерес. Не делать резких движений. Мы должны знать свой интерес и не раскалывать нашу страну. По межнациональному признаку, по дурацким идеям, с кем мы будем объединяться, и так далее. Если мы хотим жить в нормальной стране, а не хотим жить в стране, из которой сбежало уже половина населения, а вторая мечта не сбежит. И не ссорить левый и правый берега. И вот я хотел бы еще один вопрос, коль скоро мы упомянули американцев и американского посла. Какой-то, как вот был холодный душ для Михаила Федоровича Гимпу, когда посол говорит, что как бы идея у Нири не самая счастливая. Вот недавно мы услышали такое же неожиданное заявление, что вот эта идея повырубать все русские каналы, типа, не самая счастливая. Как ты думаешь, что за этим стоит? Не, мы понимаем, что такое посол. Но ты долгие годы проработал послом. Да, вот я хочу, чтобы ты вместо меня это сказал. А я общался с послами, да, и я всегда говорил так, что не надо верить всему, что послы говорят на публике. Обычно, если я хочу что-то узнать, я иду к человеку на приватную беседу. Это первое. И второй момент, я всегда стараюсь иметь с людьми, не портить отношения для того, чтобы они были расположены в приватной беседе со мной. Чтобы они знали, что я ради красного словца не продам отца, то есть и не солю их и так далее. Но это вам позволяет быть в курсе вещей, да, и понимать реальную ситуацию. Они вот это вот бла-бла-бла, которое делается для хомячков семинара Сороса. И так что стояло за этими удивительными словами американцева? За словами... Пошла, когда он сказал, что вы погорячились, вырубая все российские каналы. Я это когда комментировал, знаешь, я как-то был в командировке на Северном Кавказе. Раскрой секрет. Я был как-то в командировке на Северном Кавказе в 1994 году. У нас было там совещание Тасовское, вот как раз перед, когда вводили войска туда. И мне довелось пообщаться там с российскими военными, которые были страшно злые на Ельцина, на командование, что они развязывали эту войну, они понимали, что эта война, они будут козлами отпущения, да, и потом их... Что и случилось, в принципе. Они разумные ребята, они пошли в Афган, и они знали, что вот сначала их бросят в пекло, поубивают, а потом... А потом бросят... А потом бросят в смысле кинут. Да, да, да. А потом объявят виноватыми во всех преступлениях, еще и будут судить за это, да? Да. И вот они сказали мне, ты знаешь, говорит, не скрой, пили водку с ними, и они сказали, знаешь, старик, у военных есть один способ, так сказать, противостоять начальству. Мы военные, есть приказ. И от приказа отказаться невозможно. Но можно его выполнить по-идиотски. Это, помнишь, мы говорили, метод бравого солдата Швейка. Да, да, да. Вот по методу бравого солдата Швейка, по-моему, молдавские власти действуют по методу или осознанно, или неосознанно. Я не сторонник идеи заговоров, да, и там хитрых таких самых. Но осознанно или неосознанно, они выполняют западные рекомендации по-идиотски. Понимаете, вот, если уже посол США, ну, понимаете, а что говорить хомячкам Сороса? Их учили много лет, что свобода прессы, плюрализм, демократия. Кукарекали. А тут по указаниям американцев, он, в принципе, знаете, он вылазил очень так, господин Петит, опытный дипломат. Да, грамотный. Я отношусь с уважением. Но, тем не менее, он выкручил из этой ситуации, сказал, что, в принципе, бороться с российской пропагандой надо. Да, это позиция моей стороны. Но не такими духовными. Я, которую я продвигаю. Ну, господа, но уже не так уже, понимаете. То, что вы делаете, это уже, знаете, бравый солдат Швейк, знаете. Так, а теперь, а что пацаны с этого поимели? То есть, начиная вырубать эти все каналы и средства. Понимаешь, вот смотри, я понимаю, что быть своим сукиным сыном надо иногда гаукать. Но вот так сильно кусаться, наверное, не надо. Очень противно выглядит, когда ТАСС недавно распространил сообщение о наш корреспонденте в Вашингтоне, ознакомился с докладом руководителем американской разведки, где он говорил о международном ситуации. И там очень такой раздел небольшой посвящен Молдове. Вот. А он сказал, что, говорит, эти власти там не годятся, реформы не проводят, ничего не будут делать, но, говорит, единственное, что будут сохранять это на террористическое расстройство. То есть, выход, любой нормальный человек, который прочитает между строк, да, разбирается в документах, он говорит, то есть, вывод можно сделать очень простой. Молдавские власти не годятся ни на что, кроме того, как ты говоришь, на Россию. Да, для борьбы с Россией. Как инструмент для борьбы с Россией. Жить в стране, руководство, которое использует для борьбы с кем-то, а руководство, которое не думает об интересах страны и не хочет изменить что-то к лучшему, грустно. Грустно? Но, обратите внимание, этот же процесс мы наблюдаем. Вот берем так, от Балтийского до Черного моря, аж до Грузии. Помнишь, эту линию Гуам когда-то вот эту планировали? Дай посмотрим. Эстония, гавкают, будь здоров, Латвия, то же самое, Литва, то же самое, Украина, я молчу, Молдова, вот, я имею в виду элиты, Грузия. По-другому, Прибалтика, Прибалтика. Внимание, подожди, о чем это все говорит? Это говорит о том, что эти-то ребята не по заданию Евросоюза лают, правильно? Ясно, идет как это, сияющего дома на горе, правильно? Оттуда. Значит, раскол, внимание, я сейчас начинаю фишки двигать на столе, значит, что теперь получается? Получается раскол, восточные европейские страны начинают хамить Брюсселью, Польша, и другие там начинают, они начинают, так сказать, проводить некую линию раскола. И я понимаю, кому интересен этот раскол в Европе. Заметил? Восточники, и включающие Румынию, Болгарию, вот это, я говорю, от Балтики до Черного моря, да, начинают как бы больше враги России, сами европейцы, бруссельцы, да, и получается, что Соединенные Штаты, помнишь, мы говорили, девида и темпера, это не всегда работает, разделяй и властвуй. Но это главный принцип любой Меркель, Меркель, ей, при всей ее там риторике и прочей, все-таки за ней стоит бизнес германский, это тот, который кормит весь этот Евросоюз, по большому счету. Им выгодно иметь дела с Россией, бизнесу. Почему? У этих ресурсная и прочая база, а у этих технологий, у этих умений организационные, они нужны друг другу. не говоря уже рынки и все прочее. И тогда для американцев выгодно между немцами, они боятся, чтобы не было союза между Германией и Россией. И вот эта линия раскола, где аукают вот эти все ребятки от Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Молдовы, Румынии, Грузии, Болгарии, у меня такое впечатление, что тут не просто ходы, тут фишки расставляются очень грамотно. Невыгодно американцам усиление Западной Европы. Как только она начала говорить, помнишь, разговоры давно ведутся, собственные силы, а тут натовцы, а тут американцы, да на что вам, хлопцы, эти силы, да зачем они вам нужны, потому что Западная Европа поняла, не имеешь силы, трудно защитить экономические интересы. И вот, и я думаю, что вот это нагнетание истерии, которое нас всех волнует, когда ты слышишь немцев, они говорят, да давайте жить как-то мирно и дружно, но когда я слышу этих ребяток, вот этих шавок, команда идет из Атлантики, вот те, что вот выключай каналы, вырубайте русские, идут они такие-сякие, агрессоры, и тому подобное, я думаю, это делается специально, и специальная игра идет, и не только против России, она идет и против Западной Европы, и парадоксально она идет против Китая, да, против Китая, вот, если я что-то не... Ну, понимаешь, Виктор, ты дипломат, и ты великолепно знаешь, что вот, допустим, ну, я не хотел бы, чтобы мы на этой передаче делали там... Не-не, это нас касается, а нам что, куда галпать? Абсолютно. И галпать. Я далек от мысли, чтобы ругать Европейский Союз, Американский Союз. А я не ругаю, они решают свои вопросы. Нет, я хочу, чтобы телезрители это знали. И Россия решает свои вопросы. Мы далеки, мы далеки от этого, чтобы кого-то ругать. Все продвигают свои интересы, как могут. Когда мы начнем свои, когда мы начнем пользу. Мы здесь на всех передачах и говорим, ребята, посмотрите, в каком непростом, сложном мире живем. Да, нам досталось сложное, тяжелое время, но мы маленькая страна, и мы должны лучше всех знать своих интересов. И стоп, вот это противодействие, тут наши козыри лежат, а мы лопухи один из наших президентов сказал очень мудрую вещь. Он сказал, что, знаете, маленькие страны, в отличие от больших, должны проводить не умную, а мудрую политику. Почему? Потому что умная политика, это когда ты выкручишься с любой ситуации, это может себе позволить огромную страну. А мудрая не вляпаться. А мудрая не вляпаться в эту ситуацию. Но так как наши вот эти политики, да, вот я наблюдаю, так резко... Они все время вляпываются. Да, вот зачем нужно вот это вот раскачивание лодки? Лодки, которые у нас, к сожалению, не могут плыть с одним веслом. Понимаете? Нам нужны два весла. И нужно учитывать тот расклад, который внутри у нас страны есть, да, учитывать и проблему предистровья, и настроение людей. То есть не раскалывать людей, а попытаться что-то слепить, да, попытаться призвать людей к толерантности какой-то, да. Никто не против того, знаете, я, наверное, думаю, что если сегодня даже самого такого рьяного ну, человека спросить антирусофоба, хочет ли Россия нас захватить, он скажет, ну, как, вот, каким образом. Ну, конечно, нет, понимаете, не нужны мы России. И я говорю, что интерес России здесь очень прост. Она просто не хочет здесь иметь вражеский, так сказать, она не хочет здесь иметь военную составляющую, которая будет направлена под него. А американцы что, хотят, чтобы Мексика вступила в ДКБ и разместила у себя российские базы? Конечно, нет. А я посмотрел бы, как американцы отреагировали, если бы русские устроили бы цветную революцию в Мексике и там пытались насадить где-нибудь рядом с Калифорнией какую-то свою базу. Я бы посмотрел, что было с Карибским кризисом, вспомни, да, когда, извини меня, в обмен на ракеты, которые доставали до Киева, Хрущев притащил ракеты, которые доставали до Майами и какой скандал поднял. И тихонечко увели оттуда и отсюда. И Турцию убрали. И тихонечко убрали и пошли в компромисс. Вот такой компромисс нужен. Давайте не гадить друг другу, понимаете? То, что начали продвигать вот это НАТО, да, и военные базы, и военную структуру, это только дурак будет со мной спорить, что это не направлено против России. Да, конечно, направлено против России. Я не защищаю тебя. Вы обкладываете, вы обкладываете, да, я говорю, что вы обкладываете людей как медведя, что ли, да? Но здесь вот есть такой, я не знаю, я рассказывал или нет, есть такой хороший анекдот, говорит, знаешь, по-моему, я уже где-то рассказывал на телевидении, но полезно будет еще раз сказать, он такой веселый, смешной, но очень отражает нашу ситуацию. Медведи, волки не ладили в лесу, вечно там не могли поделить, то лося завалят там и не могут поделить, так далее, так далее. Вот они ругались, ругались между собой, и однажды волки решили подложить свинью медведю. Они говорят, давай напоим зайца, направим его с медведем драться, а потом расскажем всему лесу, и весь лес будет смеяться, что медведь дрался с зайцем, кстати, унизим его. Ну, поймали зайца, заяц испугался, они говорят, не бойся, мы тебе сейчас даем выпить для храбрости, и ты пойдешь, мишку зацепишь, а мы придем, и мишки наваляем, и ты будешь героем, иначе что-то прочее. Тот выпил, побежал на мишку, и был с одного удара убит, мишка был в настроении, и вот волки собрались хранить этого заяца. Я говорю, слушай, что мы ему на могиле будем писать, говорит, здесь лежит заяц, все-таки у нас погиб за нашу историю, за нашу шутку. Коза Ностров. Да, да, напишем, здесь заяц вдруг будет смеяться, какой друг у волка заяц. Говорит, здесь лежит заяц наш враг, еще больше будет смеяться, как над медем. Вот, напишем, здесь лежит заяц, наш партнер. Вот давайте мы не будем заниматься партнерством, так как заяц занимался. Ну что, на этом и закончим. Подошла к концу наша передача. Я думаю, Валерий, что призыв к нашим людям, он понятен. Люди добрые, не играйте в чужие игры, не заводитесь. У нас есть свои задачи, которые нам самим необходимо решать. А чтобы решать их, надо уметь договариваться со всеми. И прежде всего со своими соплеменниками с другого берега Днестра. Вот эта задача. Так же договориться, как и в экономических вопросах, и в политических. И вот на этом передача наша подходит к концу. Еще раз спасибо, Валерий. Я думаю, что вот эти наши встречи, наши посиделки интересны нашим соотечественникам. Потому что тот опыт, который у тебя есть, и жизненный опыт, он дорогой. дайте Бог, чтобы они терпели наши посиделки. Дорогие соотечественники, вот и подошла к концу наша передача позиция. Мы все больше и больше приходим к выводу, что вот эта эскалация напряженности, эскалация недоверия, и даже эскалация ненависти, никуда, ни к чему доброму человечество не приведут. И нам у себя здесь, вот на нашем пятачке земли, не надо слишком ретиво и рьяно становиться на одну или другую сторону. У нас хватает своих проблем. И мы должны понимать одно, что когда крупные силы, такие, как США, Россия, Евросоюз, Китай, вступают игру, наша задача научиться ладить со всеми, потому что они вот сейчас вроде как дерутся, а завтра вроде как обнимаются. И вот чтобы мы не выглядели дураками, если не сказать хуже, надо поубавить пыл, поубавить ненависти и находить, научиться язык друг с другом. Привет политологам, привет журналистам, от вас зависит очень многое. И помните, что все мы получаем где-то зарплаты, все мы кому-то служим, но иногда надо брать пример с бравого солдата Швейка. То есть дают тебе задание дурацкое, выполняй его так, чтобы босс сказал, блин, я тебе просил об этом. Мудрость человека, который иногда прикидывается чайником, прикидывается как бы неумехой, недопонимахой, дорогого стоит. Дело в том, что юмор, дело в том, что вот эти проделки Покалы, Тендалы, Хитрого, Петра, Хаджина, Средина, это одно из немногих средств борьбы слабого человека против сильного. А в мире слишком много силы приобретают одни и слишком много слабостей другие. Будьте сильными. Все зависит от вас, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова